Ребята, всем привет! Я даже не знаю, то ли радоваться, то ли печалиться тому, что вроде бы, да, мы обошли, но когда глянешь на нашу реальную жизнь, как-то это все, ну, не верится в это. Вот, по информации, которая сейчас идет, опубликовал сайт закон КСЗ, Казахстан обошел Германию в рейтинге богатства государства. И вот, фактически, имущество Казахстана в три раза превышает производительность экономики страны. Вы знаете, если расчеты подать в нужном свете, то даже отсталая страна будет впереди планеты всей. Ну вот, здесь ссылаются на новую систему оценок имущественного состояния государства, ну и которая позволила Международному валютному фонду вроде бы провести сравнительный анализ финансового положения 31 страны, пишет НВОТВ. И вот, в результате выяснилось, что лучшие всего дела обстоят у Норвегии, России и Казахстана. Все это благодаря низкому госдолгу и крупным месторождениям нефти и газа. Правда, это как-то для нас по букву, хотя по конституции все недра богатства Казахстана принадлежат народу. Но мы как-то это особо на себе не ощущаем. Ну и далее пишут, как поясняет издание, при расчетах учитывалось состояние не только государства и правительства, но и всех контролируемых властями предприятий и центробанков. Подсчитывались также объемы природных ресурсов и обязательства государства по обеспечению госслужащих. Однако долги социальной системы, то есть средства на пенсии и медицинское обслуживание в расчетах Международного валютного фонда не учитывались. Если бы они были включены, были в систему оценки, тут пишут якобы, что положение Германии в рейтинге было бы еще более удручающее. Что-то я в этом очень сильно сомневаюсь. Далее здесь отмечаются самыми крупными чистыми активами среди проанализированных экономик. Располагает Норвегия имущество государства более чем в 4 раза превышает экономическую производительность страны. Это связано с крупным финансовым состоянием страны и в том числе с ее нефтяным фондом. И вот далее, как пишет закон КСЗ, кроме того, весьма состоятельными оказались Россия и Казахстан, отмечает немецкая газета якобы. И вот фактически имущество России почти в 4 раза превышает производительность экономики страны. Казахстан более чем в 3 раза. При этом у обоих стран практически нет государственного долга. Зато есть крупное месторождение нефти и газа. Обращайте внимание, как бы немецкая газета. Извините, вообще-то Казахстан, сама страна имеет внешний долг 164 миллиарда долларов. Я бы не сказал, что это маленькая сумма. И вот из этой всей суммы, более как бы 7%, да, это государственный долг Казахстана внешний. Это кругленькая сумма, тоже. И когда они вот тут пишут, что почти нету долга, ну извините, это как-то далеко от истины. В общем, ребята, я дальше читать не буду. В принципе, я оставлю ссылку, если хотите более подробно ознакомиться, пожалуйста, читайте. Но я особо-то и не верю всей этой статистике и всем этим показателям. Тем более, эта информация выходит на казахстанских ресурсах, интернет. Видимо, это связано с тем, чтобы показать, что, ну как всегда, мы впереди планеты всей. Хотя, я очень сильно в этом сомневаюсь. В общем, у кого есть что сказать, оставляйте свои комментарии под видео. Будет интересно подискутировать на эту тему. Ну а кому понравился ролик, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем пока!